Приветствую! В информационном пространстве снова появились заявления о том, что в ближайшем обозримом будущем нужно призвать 500 тысяч человек. И все это подкрепляется уже достаточно известным и привычным нам заявлением о том, что служить будут все. И вот сегодня я хочу поговорить с вами о том, насколько это реально и оценить это не с точки зрения моей позиции, а с точки зрения статистики по количеству населения в Украине, количество людей, которые подлежат мобилизации и количеству людей, которые имеют разного вида отсрочки и не подлежат мобилизации. И вот сегодня мы поговорим именно о цифрах и поймем, а действительно ли служить будут все. Ну а перед тем, как мы это сделаем, я хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Вопрос, количество людей, которые могут быть призваны в связи с мобилизацией в Украине, мы начнем изучать с вот таких данных, с данных о рабочей силе на 2021 год. То есть это тот год, который, ну скажем так, наиболее реальный был, да, и это последний год, когда мы вообще имеем такие данные. Естественно, сейчас все это меньше, но будем исходить из данных 2021 года. И вот здесь мы можем посмотреть количество мужчин трудоспособного возраста. Но будем, естественно, не все смотреть, а вот, скажем так, округлим, да, и будем смотреть с 25 до 60 лет, соответственно. То есть тех людей, которых можно призвать в связи с мобилизацией. И вот эта группа мужчин, она составляет 8 миллионов человек. То есть мы привыкли говорить о том, что мы там живем в стране, в которой там то ли 40, то ли 30 миллионов человек. Не суть важна. Но дело в том, что из всех этих 30-40 миллионов человек призвать мы можем только очень узкий круг мужчин. Мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. И вот здесь мы видим, что количество таких людей у нас 8 миллионов человек. И это базовая цифра, с которой мы будем работать. Следующая серьезная цифра это 2,7 миллиона. Именно столько в Украине инвалидов. И почему я говорю о инвалидах? Да потому что наличие инвалидов в семье дает отсрочку. И поскольку мы знаем, что в определенных случаях один инвалид может давать отсрочку и двум, и трем людям. В определенных случаях инвалиды вывозили по 2, по 3 своих родственника. То я думаю справедливым будет, если мы скажем так, что вот есть у нас 2,7 миллиона инвалидов. И соответственно у нас есть 2,7 миллиона мужчин, которые могут получить отсрочку. И соответственно вот давайте считать грубо. Из 8 миллионов мы сразу вычитаем 2,7 миллиона людей, которые не могут быть призваны. Потому что у них есть отсрочка в связи с тем, что у них есть родственник с инвалидностью. Следующая крупная цифра. 1 миллион. 1 миллион. Именно столько человек еще в прошлом году по заверениям министра обороны Украины было в силах обороны Украины. И в эту цифру входили военнослужащие ЗСУ, полицейские, нацгвардия и пограничники. Сколько людей на сегодняшний день в силах обороны Украины достоверно неизвестно. Но будем исходить из того, что их количество осталось прежним. Пусть будет 1 миллион человек. Далее. Большая цифра, с которой мы столкнемся, это полмиллиона. Именно столько забронированных в Украине было весной 2023 года. Именно такой ответ получил журнал Forbes на свой запрос. И они публиковали эту информацию на своем сайте. Кстати, все цифры, которые я здесь говорю, они не являются какой-то тайной. И большую часть цифр можно найти на сайте ukrstat.gov.ua и на других государственных органах. Поэтому никакой тайны я здесь не раскрываю. Далее. О чем мы можем говорить? Преподаватели. Мы знаем, что преподаватели имеют отсрочку. И преподавателей, которые имеют отсрочку, приблизительно 150 тысяч человек. Следующая большая цифра это студенты. На сегодняшний день не нашел еще статистику по поступлению в 22-м году. Но в 23-м вернее. Но в 22-м году студентов, которые уже взрослые в возрасте, когда человека можно мобилизовать, было 85 тысяч. Далее. Догляд. Еще большая группа это люди, которые осуществляют уход. Которые получают компенсацию за осуществление ухода. И таких людей в 21-м году было 50 тысяч человек. Около 50 тысяч человек. Естественно, в этом году эта цифра увеличилась. Как и в 22-м году. Потому что те люди, которые ранее не оформляли компенсацию. Не получали заключение о том, что их родственники нуждаются в уходе. А просто осуществляли этот уход и не попадали в статистику. То они теперь пошли и сделали соответствующие документы. Для того, чтобы человек не остался один. Потому что если тебя призывают, а кто будет осуществлять этот уход? Вот количество людей, которые оформили компенсации, оформили отсрочки в связи с уходом, оно неизвестно. Поэтому будем считать все так же 50 тысяч человек. Хотя мы понимаем прекрасно, что их гораздо больше. И вот если мы все вот эти цифры посчитаем, сложим, да, и вычтем из общей цифры 8,5 миллионов, то на сегодняшний день у нас количество людей, которое осталось, количество мужчин, которых можно призвать, это 3,5 миллиона человек. Вот так 30-40 миллионов превращается в 3. Но это же еще не все. Да, я говорю 3,5 миллиона человек, вот по грубым подсчетам, но здесь же эти подсчеты очень грубые, и туда очень много чего не учтено. А что туда не учтено? А туда не учтены люди, которые, военнослужащие, которые сейчас получают ранения, получают инвалидность, и из-за этого их родные могут получить отсрочку, потому что им нужна помощь, кто-то с ними должен быть. Кто-то не успеет получить инвалидность, но все равно оформят уход, потому что нужно за этим человеком ухаживать. Далее, погибшие военнослужащие. Погибшие военнослужащие – это основание для того, чтобы его родственник мог получить, например, брат, отец, либо ребенок мог получить отсрочку. А сколько людей выехало у нас через временно оккупированные территории? Вообще цифра, которую мы даже не представляем. А сюда еще давайте добавим шлях, да? Ну, там по мелочи, там говорят, что вроде бы только 20 тысяч человек выехало через него и не вернулось. Но сколько на самом деле? Кто знает. А сколько людей бегут через лес, через речку? Вы вдумайтесь, если там только порядка 15 тысяч человек было задержано, пресечено. Вот, да, есть информация от ДПСУ, что они там задержали, не дали выехать за все время 15 тысячам человек, которые пытались выехать. И возникает вопрос, а сколько же выехало? Да, да. Она же еще, наверное, и завышена, потому что часть из этих мужчин просто по состоянию здоровья не могут быть призваны. Они еще не проходили ВЛК. И даже при том, что мы знаем, что ВЛК очень часто достаточно формально относится к вопросам медицинской оценки состояния здоровья человека. Что там очень часто пригодным является тот человек, который не совсем пригоден. Но многие люди туда еще не попали. И когда они попадут туда, то окажется, что они либо ограничены пригодны, либо непригодны с исключением. И вот на какую же цифру мы можем выйти? Остается только догадываться. И в этих условиях, когда говорят, что нужно призвать 500 тысяч человек, это огромная цифра. Это, вдумайтесь, даже вот по моим подсчетам, это каждый седьмой, получается, мужчина должен быть призван в ближайшее время. Это невероятно огромная цифра. Потому что считать нужно не от количества населения в целом, да, сколько у нас там десятков миллионов, а от того количества, которое реально подлежит мобилизации. А оно, как мы видим, не такое уже большое. И, конечно же, здесь вопрос о том, что... О чем вопрос? Вопрос в первую очередь стоит о том, что, наверное, политическому руководству страны нужно задуматься о том, что делать в этой ситуации, и приложить максимум усилий для того, чтобы заканчивать боевые действия, заканчивать эту войну. Нужно включать какие-то, наверное, политические механизмы достижения мира. Потому что, извините меня, но нас осталось не так уже много. Я прекрасно понимаю, что данное видео вряд ли можно назвать сколь-либо позитивным, но, наверное, его задача была не в этом. Его задача была в том, чтобы показать вам картину, ту картину, на которую мы зачастую не задумываемся, да. У вас нет времени на то, чтобы поискать эту статистику, разобраться. И вот я ее собрал. Да, она достаточно грубая, подсчеты неточные, безусловно. Но, как мне кажется, в целом картину, которая происходит в стране, она отображает. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.